В прошлом году в Искитимском районе было выдано 30 квартир людям из категории «дети-сироты». Поистине рекордное количество. Однако бывает так, что праздник длится недолго. Становить соответственными квартиросъемщиками готовы не все. В наихудшем случае жилье можно потерять. По закону органы опеки ежегодно в течение пяти лет навещают новоселов. На практике это происходит гораздо чаще. В таком рейде побывала и наша съемочная группа. С проверочкой проходить. Смотрим, как мы устроились. Ирина Постолова с 10 лет воспитывалась в приемной семье. Сейчас у нее семья своя. Воспитывают с мужем двоих сынишек. В полученной квартире заменили входную дверь, обшили балкон. Теперь планируют заняться ванной, выложить ее плиткой. Живем тут уже год. Впечатления действительно радостные. Потому что это уже получается свое. Хотя и пять лет должно пройти. Каждый месяц оплачиваем, все хорошо. Нас устраивает. Специалисты отдела опеки интересуются, как дела, есть ли трудности. Порекомендовали обратиться за компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Семья благополучная. Сегодня запланирован визит к нескольким квартиросъемщикам. Им также выдали квартиры год назад. Сигналом для неочередной проверки может стать задолженность по квартплате. Не реже, чем раз в квартал районная опека запрашивает информацию в управляющих компаниях. Однако молодые люди умудряются накопить долги в десятки тысяч рублей. В настоящее время у нас пять исковых заявлений в суд поданы. Сейчас вот процессы идут. В прошлом году мы уже наш иск удовлетворили. Мы также выходили в суд, удовлетворили. Одного гражданина мы выселили, который не проживал и не оплачивал коммунальные услуги. Квартиру предоставили очередному. Один из пяти злостных должников накопил 108 тысяч рублей долга. Причем в квартире не проживает. Его дело уже передано в суд. Есть и те, кто платит, но не регулярно, а страдают соседи. Постоянный шум, скандалы. Хозяин, на квартиры нам надо. В этой квартире сначала было все благополучно, а теперь здесь даже нет дверной ручки. Женский голос за дверью уверяет, что не понимает и ничего не слышит. Опеке еще предстоит разыскать хозяина. И все же попасть в эту квартиру, чтобы оценить ее состояние. На шум выходят соседи. Здесь скандалы постоянно. Постоянно скандалы? Нет, где раньше приезжали. Употребляют спиртные напитки? Да, постоянно практически. Сейчас пока не слышно, но так часто. Скажите, пожалуйста, как у вас идет оплата за коммунальные услуги в квартире с квартиры? Да, постоянно. Сосед подозрительной квартиры также из категории подопечных. Квартиру получил прошлой осенью. Пока у него, к счастью, все благополучно. На сегодняшний день в Искитинском районе нуждающимся в предоставлении жилого помещения признаны 138 детей-сирот. Многие специально переводятся из других районов, чтобы получить жилье именно в Искитимском районе или Искитиме. В 2020 году планируется приобрести более 40 квартир. Средства уже выделены. Государство проявляет заботу. Лишь бы жилье попадало к тем, кто готов ценить это по достоинству. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...